Дамы и господа, в эфире Маунт Шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт Шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт Шоу? Да, потому что нам с гор видней. Итак, по традиции, сначала зарубежные новости. Пожалуйста. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что в США неприятно покупать ракетные двигатели РД-180 в России, хотя они и вынуждены это делать. Соединенные Штаты закупят в России еще 18 РД-180 из-за отсутствия альтернативы российским двигателям. Мы можем зажать нос, купить РД-180 и запускать ракеты-носители Атлас с РД-180. Цитирую Трия Новости и слова Картера. Мыши пищали, плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. Прям никуда без России. Неприятно видеть им. Ну не покупайте раз неприятно, оставайтесь на земле. И я не понимаю, исключительная нация не может создать себе двигатель? Видать, режиссер в Голливуде, который снимал полет на Луну, помер и унес с собой все технологии. Ой, боюсь, такими темпами эти скоро начнут у нас покупать Жигули и Приоры. Этот Пентагон прям какая-то деревня дураков. Покупают у нас двигатели, а следом кричат, нужно уже сточить санкции. Пора уже нам самим санкции вводить в ответку. Взять и не продать. Вот пусть у Ким Чинына покупают. В противном случае пущай в космос пешком добираются. Зажать нос? Нехрен воздух портить. И зажимать тогда ничего не придется. Также я предлагаю вместо носа зажать себе одно место. Засунуть туда же свою исключительность и купить двигатели. или до свидания, так как не вы нам нужны, а мы вам. Конгрессмены США предложили снять санкции с РФ в обмен на Крым. Согласно предложенному законопроекту демократа Эллиота Энгела и республиканца Адама Кизингера, глава США не сможет снять санкции с России, пока Украина не восстановит свой контроль над Крымом. Так что значит? Двигатели не покупаем, да? Ой, слушайте, это не конгрессмены, а какие-то торгаши. Базарные бабы. Алло, мы с вами не на рынке. Вы чмошники хренами реально думаете, что мы из-за каких-то сраных санкций пойдем на предательство? Не, они реально такие туповатые, я не понимаю. Перуанскую деревню знаете? Вот туда и идите. И зарубите себе на зажатом носу, что мы ничего не отдадим. А если разозлите, медведь еще кое-что заберет. И я тут подумал, может быть заодно и Аляску вернем, раз эти кроме как сопельки пускать и санкции вводить ничего не умеют. И это, чья б корова мычала. Мексиканцам в Техас возвращать не собираетесь случайно, нет? Я уже про индейцев молчу. И это, санкции нам самим нужны. Тут наконец-то хоть что-то свое начали производить. Так сказать, спасибо вам пиндосы от наших фермеров за развал сельского хозяйства ЕС. Дальше. Обама. Демократия в США не является идеальной. Президент США Барак Обама признал, что демократия в стране работает не так хорошо, как должна. Об этом он заявил на встрече в Белом доме со студентами факультетов журналистики и вузов со всей страны. Очень даже интересно. И что, бомбить себя будете? С какого штата начнете? Не, правда, Барак. Пару высокоточных ударов и вуаля. Идеальная демократия пришла. Хотя мне кажется, что все гораздо серьезней. Божечки мои, это что получается? По всему миру распространялась бракованная демократия? Я так и знал. Срочно изъять и вернуть назад. И компенсацию всем за нерабочую демократию. Где-то на Ближнем Востоке, где подвала нога дядюшки Сэма. Что ты делаешь, сынок? Что-то не получается собрать американскую демократию по инструкции мам. Сынок, так она же бракованная. Гарантийный талон, надеюсь, сохранился, чтоб вернуть? Ага, конечно, вернете. Она же гуманитарная. Ой, вот вам и вся американская демократия. В Латвии автомобиль «Жигули» протаранил грузовик НАТО, шедший в колонне войск и перевозивший зенитную установку «Бофорс Л-70». Кто-нибудь в курсе, Латвия не капитулировала там еще? Ибо, походу, у этой страны больше нет ПВО. Единственного ПВО. Честно говоря, я удивлен. Думал, что латыши со всех сторон будут кричать о том, что Россия вероломно напала на Латвию. Акт агрессии «Жигули» Кремля боялся, что к тем 300 миллиардам евро прибавят еще одну соточку. Но, слава богу, пронесло. А тем самым в России коллективу Волжского автозавода секретно присвоены высокие государственные награды. А после тарана «Жигули» 25 натовцев после многочисленных походов к психологу подали рапорты на увольнение. А аналитики НАТО до сих пор, наверное, гадают, думают, что же это было? Новое оружие России? Ну, ни хрена себе! Одним «Жигули» НАТО остановили. Я не пойму, что мы паримся, вбухивая на оборону столько бабла. «Жигули»! Вот что нам надо! Да побольше! А водителю «Жигули» желаю скорейшего выздоровления. И кто-нибудь подарить ему танк «Армата». Дальше. Петр Порошенко сравнил Украину с Иисусом Христом. Президент Украины поздравил украинцев с Пасхой и заявил, что Украина, подобно Христу, как будто воскресает. Э? Этот мужик реально долбанулся прямо на отличника. Как-то я говорил в прошлых выпусках, что белочка с сусликом скоро пропишутся в его домовой книге, если он не перестанет бухать. Все. Это случилось. Петр Алексеевич, с такой дозой в организме я не удивлюсь, если скоро заявите о том, что вы можете ходить по поверхности моря, как по суше. И что воду можете превратить в горилку. Нехило чувака занесло, да? Ну раз пошли такие сравнения, то я вам скажу, вы маленько перепутали. В вашем случае больше подходит Иуда. Только вместо 30 серебряников 30 нуландовских печенек. Ой, ты еще всех вытащи из домов и 40 лет поводи где-нибудь. Например, чтобы безвизовый режим получить. Саакашвили приписал себе заслуги по отставке Яценюка. Губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что благодаря работе его команды, которая создала общественное движение по борьбе с коррупцией, Арсений Яценюк был уволен с поста премьер-министра. Эх, Мишаня, да Артаньян хренов. От скромности не умрешь, не? С манией величия у этого все в порядке. Мертвое море, знаешь, это я его убил. 12 подвигов Геракла, помнишь, тоже я. Вот этот примерно из этой серии. Ну прям как та глуха из басни, которая на быка пахала. Мишку просто никто не хвалит, вот и решил сам себя. Мишаня, то, что ты там межвешкал, цюдоцекал, бебекал и даже бульбурлюкал, это еще не значит, что ты герой. И не боишься приписывать себе достижения своих заокеанских хозяев. Глядишь и тебя, великого гурмана, турнут. Особенно после твоих заявлений о распаде страны. Дальше. Ну все, достаточно на сегодня тем из-за бугра. Отправляемся домой. Российские новости. Пожалуйста. Россия и Зимбабве будут вместе бороться с санкциями западных стран. Соответствующие соглашения были достигнуты представителями двух стран на заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Хараре. Об этом в субботу 30 апреля сообщает ТАСС. Наконец-то! Что ж так долго? Ну все, теперь всем капец. Трепещите враги. Уверен, в понедельник доллар рухнет и уже никогда не оправится. Потому что Мугабе будет поставлять в нашу страну копия луки и стрелы. Теперь у нас три союзника. Армия, флот и Зимбабве. Мы все скоро станем миллиардерами. Вы когда-нибудь видели Зимбабвский доллар? Че-то нереально не по себе. Ну, плохо мне. Или это была шутка, или вирус еще не в мирных добрался и до Москвы. Так как название новости уже звучит как анекдот. Ну, молодцы! Дали повод всему миру посмеяться над нами от души. Вчера зафиксировали легкое землетрясение. Это протоукры скакали от радости, услышав про эту новость. Дальше. Министр труда и соцзащиты России Максим Тапилин заявил, что в стране нет бедных пенсионеров с точки зрения формальных признаков. Ой, ну прямо же на пенсию после таких заявлений захотелось. Умейте убеждать, господин министр. На вашем месте я бы им даже сократил. С жиру бесится. Уверен, чувак скоро ордена от Медведева получатся такие слова, как у Люкаев. Ну, вообще-то он прав. У нас нет бедных пенсионеров. У нас есть нищие пенсионеры. И если вы, господин Тапилин, говорите о своей будущей пенсии, то тут, конечно, да. Тут я за вас спокоен. Среди чиновников уж точно нет бедных пенсионеров. А в России есть. Вы когда в последний раз на улицу выходили и общались с народом? Вы вообще про какую Россию говорите? Покажите нам ее. Мы тоже туда хотим. Наверное, там хорошо. Разве постоянно вместе с остальными министрами они без умолку трындите? Только мы ее не видим. Откройте двери. Тапилин, сами попробуйте на такую пенсию прожить. Честно говоря, уже достала ваша болтовня. Вы что, нас всех за идиотов держите? После таких заявлений пора написать заявление об уходе на пенсию. Стыдно должно быть за такие слова при живых-то пенсионерах. Дальше. Из многоэтажки в Саратовской области украли лифт. В городе Балакова Саратовской области произошло необычное происшествие. Неизвестные украли из девятиэтажки лифт. Кабину вытащили из шахты второго подъезда жилого дома. Оперативники подтвердили факт кражи. Сейчас идут разыскные мероприятия. Полицейские выясняют, как ворам вообще удалось организовать похищение. Господи, как же скучно я живу. Ну, в данном случае, наверное, не украли, а угнали. Только вот два вопроса. Как? И на хрена? Ну, на второй вопрос, в принципе, есть ответ. Уверен, лифт стоит дофига. На дороге не валяется. Интересно, кто ты? Кого же жизнь так довела, что лифты многотонные воруют? Скоро Вавита. Продам лифт. И вы знаете, я не удивлюсь, если найдется человек, который его купит. Пусть даже если у него одноэтажный дом. Я всегда хреневал над тем, что в России прям просто обожают все тырить. Но лифт, это уже перебор. Преступника можно было поймать по горячим следам. Далеко он не мог уйти. И где нахрен очевидцы? Где полиция? Перед вашим носом все равно, что танк вынесли. Уже неделя прошла, как его стырили. Поздняк метаться. Лифт, скорее всего, уже у кого-то в Танамских офшорах. Нет, ну как можно беспалевно украсть лифт? Как? Я уже ничему не удивлюсь. Кто-нибудь усилите охрану на космодроме Восточный и проверьте, ракета там на месте? Да какой там? Шахту проверьте на месте, нет? Ай, дальше. С фасада торгового центра галерея Чижова сняли возмутивший воронежцев плакат ко дню победы. На плакате крупными буквами было написано «Благодарность от ветеранов Великой Отечественной депутату Госдумы Сергею Чижову». А по пространству фасада разместили фото ветеранов и их пожелания. Депутата в посланиях называют «Дорогой Сергей Викторович» и говорят ему «Большое материнское спасибо». История со скандальным фасадом быстро обрела резонанс. По словам представителя Ассоциации галереи Чижова, отвечающего за информационную политику Никиты Чеботарева, Сергей Чижов не был осведомлен о содержании этих декораций. Ну че вы возмущаетесь? Зачем отнимать право у ветерана поблагодарить депутата? Небось еще сами вешали. Ой, ну началось утро в колхозе. Каждый год одно и то же. Я надеялся, что в этом году хотя бы пронесет и чиновники не будут пиариться за счет ветеранов. Ага, конечно. Благодарности от ветеранов. Во-первых, это вы должны благодарить их, а не вас. Во-вторых, откуда у ветеранов столько бабла, чтобы такой баннер зафигачить? Кому вы лапшу на уши вешаете? Не знал депутат, видите ли. А вот мне кажется, что просто пиар накрылся медным тазом. Это твой торговый центр. Твое лицо, черт возьми. И неужели на фасад лепят все, что попало без твоего ведома? А кто же это сделал? Кто повесил? Кто оплатил? Конкуренты? Я? Да нет. Не прокатит. И кстати, редакторы, партию можно озвучить? Особенно в преддверии выборов. Хотя, вы знаете, вопрос чисто риторический. И так понятно. Ой, господи, я не удивлюсь, если скоро на плакатах где-нибудь в провинции будет написано «Спасибо депутату за победу». Это трындец. Я уже молчу про бизнесменов, которые лепят георгиевские ленточки куда попало ради собственного пиара. Начиная с упаковок разной бытовой фигни. Я не знаю, уже, наверное, даже на жвачки лепят. Не трогайте символ ради своей выгоды. Черт бы вас побрал. Не делайте из этого шоу. По-хорошему, если уже решили повесить ленточку, то она должна висеть на груди. Ни на руке, ни на ушах, ни на ноге. Господи, у кого-то даже на кроссовках видел. Ой, культур-мультур. Дальше. Дорогие мои друзья, уверен, вы заметили, что мы снимали и продолжаем снимать этот выпуск на новую камеру. А если быть точнее, на нашу камеру. И это все благодаря вам. Без вашей помощи мы точно не справились. Но это еще не все. Также мы купили хороший объектив, профессиональный телесуфлер, пидестал для него и самый простенький компьютер для запуска текста с телесуфлера. Ребятки, вы даже не представляете, насколько серьезно мы облегчили себе задачу в техническом плане. Это огромный шаг вперед для нашей команды. Мы развиваемся, стремимся к лучшему. Чтоб некоторые телеканалы нам завидовали. В первую очередь, конечно, нашей независимостью. Друзья, теперь у нас гораздо меньше времени уходит на возню с техникой. А это коммутации, сборка, подготовка съемочной площадки. Короче, до хрена времени на все это уходило. Ну и конечно же, мы почти избавились от арендного рабства. Почти. Теперь у нас все практически свое. И самое главное, мы больше времени начали тратить на творчество. А знаете почему? А все потому, что вот там сидят дорогие нам люди, которые смотрят нас и поддерживают. Спасибо вам большое. Все, что мы имеем сейчас, мы имеем благодаря вам. Друзья, чтобы окончательно завершить сборку танка под названием «Маунт Шоу», нам необходимо еще купить свет, аудиооборудование и комп для монтажа. Поэтому сборы продолжаются. Мы надеемся на вас. Все средства уйдут только на «Маунт Шоу». Это я вам гарантирую. И еще. Остерегайтесь мошенников. Реквизиты выставлены на официальном канале в описании под видео. И вот еще. И на официальной странице «Маунт Шоу» ВКонтакте и в Фейсбуке. Больше нигде. В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, где есть информация о готовящейся выпусках. Ссылка в описании. Ну и конечно, ставьте лайки, дорогие мои. Берегите себя. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok